В эту субботу, 7 октября, Путин будет праздновать свой день рождения. Вы упомянули Китай. Скажите, пожалуйста, учитывая подготовку визита Путина в Пекин, как СИИ может отреагировать на вот эти ядерные учения, ядерные испытания, которые будут проходить? Ну, китайский лидер вообще нервно к этому относится. Мы же знаем, что он, в общем-то, тоже предупредил Путина, и не один раз предупредил, может быть, чужими руками, ну, типа газеты, центральные газеты, которая опубликовала огромную статью о уязвимости всех бункеров Путина с анализом заглубления, степени, так сказать, там, проникновения заряда глубины и так далее. Пришла года о том, что ни один бункер Путина не спасет его жизнь. Я же помню, эту статью она была сделана, да и потом вообще из-за силы много раз заявляла, предупреждала о недопустимости, невозможности применения ядерного оружия. Это же не просто слова. Поэтому, конечно, Путин понимает, что если он там совсем сойдет с ума, то и те, кто еще был относительными союзниками, могут стать очень жесткими противниками. Но, тем не менее, я все время также подтверждал и подтверждаю еще в лишний раз, что мы все равно будем проходить с вами сквозь тему ядерного шантажа, он будет. Это одно из важнейших средств, как Путин считает, самосохранение его. Один из факторов задержать, может быть, более быструю, более масштабную помощь, поддержку Запада в адрес Украины. И, амир, в первую очередь, современных вооружений и так далее и тому подобное. Поэтому вот это может быть. Конечно, вот тоже все равно ядерный шантаж, он никуда не денется в раскладе. Он будет повторяться, он будет нарастать. Вот сейчас они провели учения. Но, слава богу, что они пока не начали учения ядерных сил. Хватает пока еще мозгов. Но тянуть войну до бесконечности нельзя. Это мой посыл Западу. Потому что Путин может подумать, что ему можно все. Только что прислужба Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций России сообщила о том, что крупномасштабная проверка системы оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет 4 октября во всех регионах России. Они призывают, услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, не паниковать, включить телевизор, любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение. Такая вот рекомендация со стороны МЧС России. А что случилось? Я помню советские времена, когда угроза ядерной войны витала в воздухе, ну, пока, например, была гонка ядерных вооружений. Я помню анекдот, чтобы услышал сигнал сирены, не паникуйте, возьмите чистое белье, закатайте, замотайтесь в простыни и потихонечку двигайтесь в район кладбища. Мне кажется, что сейчас вот что-то все это очень напоминает, потому что я не понимаю, какая может быть защита от ядерного оружия. Вот я, как бы, так сказать, уже человек, начитавшийся всяких рассказов, статей и так далее на эту тему, я не понимаю, как можно защититься от ядерного оружия. Ну, можно продлить огонь, да, конечно, где-нибудь там спрятаться в губе убежище, вот, и погибнуть там в муках, и какого-то лучевой болезни, или там отсутствия чего-то еще. Ну, вот защитить население от современного ядерного оружия, вообще от ядерного оружия, я не знаю, я пока не знаю. Мне понравится, Геннадий Владимирович, рекомендация, вот, обязательно отключите телевизор, гудит сирена, человек включает телевизор, а там, опа, лебединое озеро. Да уж мечта, да, мечта такая, чтобы мы это увидели. Вот, конечно, главный подарок был бы вообще, если бы в день рождения Путина кто-нибудь ему заварил бункер и сказал, что все, пусть парень там сидит до скончания века, а мы тут начнем изменять ситуацию. Вот это был бы, наверное, ключевой подарок, но, не знаю, готовы там сварочные аппараты, и те люди, которые это сделают. Вот это был бы замечательный подарок всему человечеству. New York Times, тем временем, американское издание торжественно сообщает о том, что Россия планирует опробовать ракету «Буревестник» с ядерным двигателем. Теоретическая дальности этой ракеты составляет тысячи километров, и если память не изменяет, и коллеги не ошибаются, это будет уже 14-я попытка запуска вот этой ракеты с ядерным двигателем. Ну, его уже назвали, этот ядерный двигатель, типа, летающий в Чернобыль, потому что главный эффект – это от радиоактивного загрязнения при такой ракете. Дело даже не в том, что там ядерный, неядерный двигатель. На самом деле, миру язык, нет ни одной точки, куда не может прилететь ядерная ракета. Просто они хотят продолжать запугивать и штатажировать эти мины, типа, вот эта ракета, она не ядерная, но двигатель ядерный, и уж если мы, так сказать, там не взорвем, то, по крайней мере, загадим. Вот. Я думаю, что это совершенно безумие. Это, опять-таки, вот часть этого ядерного шантажа, о котором я только что говорил. И, по большому счету, это вот вызов всему человечеству. Товарищу Си, надо позвонить и сказать, что там обезумевший Путин хочет загадить всю планету своими ядерными ракетами, потому что она может попасть куда угодно, в какое-нибудь течение океанское. Товарищ Си, как вы его называете, он единственный, кто может найти управу на Путина? Путин понимает язык силы. Любой, у кого эта сила есть, может влиять на Путина. Вот, по вам, пример, Эрдоган. Вот есть у него силы, есть у него серьезные аргументы. Вот он и действует. Войну заказывали, так сказать, на Кавказе. Нет, не заказывали. Ничего, все оплачено. Чем оплачено? Отношениями Путина и Эрдогана. В первую очередь. Понятно, у меня есть объективная проблема, которая там десятилетия не решалась. По Карабаху у каждого там была своя, так сказать, правда, свой сценарий. Тем не менее, почему произошла эта война сразу после визита Эрдогана, неудачного, провального и унизительного в Сочи? Я предупреждал, что Эрдоган будет мстить. Эрдоган вот это мстил первый раз. Газовый хаб прекратили строить второй раз. Что он еще придумал, мы не знаем. Но кто имеет язык силы, видите, а Путин ничего делать не сможет. А он только ладушки говорит, да, Эрдоган наш друг. А его друг довольно жестко себя ведет, бесцеремонно. А почему? Потому что Путин понимает, что Эрдоган прекрасно понимает язык силы. Вот тот, кто сейчас понимает язык силы, может влиять на Путина. Будет ли действовать языком силы товарищ Си? Не знаю. Возможно. Будет ли действовать языком силы блок НАТО? Давно ждем, чтобы это была более жесткая позиция. Как только появляется сила, у Путина появляются совершенно иные признаки поведения. По поводу языка силы в продолжение этой темы, Геннадий Владимирович, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что мир должен оказывать большее давление на Путина для прекращения войны в Украине. В Гамбурге, выступая перед общественностью, Шольц сказал, что я сделаю все для того, чтобы мы значительно усилили давление. И президент, в конце концов, понял, что он не может просто сказать, я буду продолжать, пока не достигну своей цели. Несмотря на то, сколько это будет стоить жизни, в том числе собственных солдат, сказал Олаф Шольц, на ваш взгляд, каким должно быть вот это давление на Путина? Военно-политическим. Ответ очень простой. Военно-политическим. Причем первое слово в этом сочетании – военное. Первое – это военное давление. Нужно создать преимущество украинской армии, вооружить необходимым современным вооружением, оружием, дать ей возможность победить на поле боя. Это первый шаг. Первый важный шаг для разрешения путинизма. Ну, а второй шаг – надо подумать так, чтобы Путина свергли свои собственные подчиненные. Потому что сохранение Путина в Кремле – это прямой путь к повторению войны, к формированию новых очагов напряженности, конфликтов и так далее. Вот поэтому, ну, опять-таки, это все, как бы, так сказать, дипломатические фигуры. Мне хочется задать вопрос уважаемому господину Шульцу. Вы имеете в виду, чтобы додавить Путина до такой степени, чтобы он с вами согласился на какой-то медный договор? Это ваш план? Потому что они же не говорят, какой у них план. Даже на неформальном уровне не говорят. Ну, Геннадий Владимирович, несколько месяцев тому назад и Энтони Блинкин, и Джозеф Байден, и другие видные политики современности говорили о том, что цель нанести стратегическое поражение России. Вот сейчас об этом уже практически никто не говорит. Вот это и смущает. Вот это и смущает. Вот это же Мажнидарова здесь поставили на первое наседание нашего политического клуба здесь во Франции тему, что нас ждет впереди, какие исторические параллели. Вот реализованный Меннекен 38, и все-таки ближе к Тегерану 43. Это же не просто так мы эту тему выбрали, потому что мы видим некоторые признаки, которые говорят о том, что они чуть ли не с Путиным хотят и договариваться. О чем можно договариваться с Путиным, если он террорист, преступник, прозывчивый международным уголовным судом, мне очень интересно, как они себе это видят. Человек обвиняется в уголовных преступлениях. Есть ордер международного суда. Человек начал войну, будучи руководителем страны, обладая огромной властью. Повинены причастины к гибели сотен тысяч человек и к, так сказать, там, потере огромной части здоровья, еще многих сотен тысяч. И что, с ним за столом переговоров, цивилизованно, в галстуках, будем договариваться о мире? Мне очень хочется задать вопрос, как он видит, господин Шольц, этот процесс. Просто чтобы, мне, например, очень интересно, какое у них понимание в голове, как будет оканчиваться война. Я считаю, что, если мы берем две эти точки зрения, то мне ближе гораздо американская, и я считаю, что она правильная. Война, да, и должна идти. И, кстати говоря, мы в Нормандии, когда проводили недавнюю конференцию, представители, ну, как в определенной части российской оппозиции, мы приняли там резолюцию, она опубликована, она оглашена. Там одним из пунктов первых. Значит, такая фраза, понятно, там долго ее писали, переводили с французского на русский, с русского на французский, там написано, но тем не менее, все-таки мы написали, что война в Украине должна закончиться полной победой Украины. Вот, и мы считаем, что это очень важный, амкрыугольный вопрос современной политики. Поэтому мне ближка позиция американцев, и не совсем понятна позиция и представление о конце войны страны Германии. Геннадий Владимирович, ну, давайте также будем реагировать на музыканты и те тенденции, которые мы сейчас видим, наблюдаем, их стоит проанализировать. Соединенные Штаты Америки, спикер Палаты представителей Маккарки заявляет о том, что меня больше интересует безопасность американской границы, это более приоритетный вопрос, чем российско-украинская война. Но это вот дальше носа не видно. Затем в Словакию можем вспомнить победу Фитцу на парламентских выборах. Еще не факт, что он сформирует во главе с собой правительство, но это также звоночек такой вот тревожный. Да, как раз вот Путин это и выжидает. Он, собственно говоря, ранее этого тянет войну, чтобы произошли какие-то изменения, которые поменяют баланс сил, и решили мы западу добиться военной победы. На это расчет Путина, почему он мечтает заморозить конфликт. До лучших времен, как говорится. Вот, чтобы не потерпеть поражение. Но я бы сказал так, вот комментируя слова американского политика, я бы сказал так, что, конечно, если не видеть дальше собственного носа, то можно заботиться о безопасности своей границы. Только вопрос один. А безопасность границы от кого? А тут вот мы получаем очень интересный ответ, что сейчас все говорят о безопасности границ, в первую очередь от миграционных потоков из стран, которые узурпировали политическую власть и принадлежат к классу авторитарных диктаторских режимов, военных хунтов и так далее и тому подобное. А теперь, дорогие товарищи, внимание, так сказать, раскрываем, так сказать, изнанку фокуса. Все эти режимы сотрудничают с Путином. Он у них там гуру, глава всего этого профсоюза диктаторов, упырей, кровавых и различных прочих, так сказать, там, отморозков. Так если у нас Путин останется в Кремне, будет числиться победителем, в том числе вас, американцев. Это означает, что все эти упыри, которые наводняют границы ваши бедными, несчастными там людьми или всякими людьми, которые бегут в поисках лучшей доли, то они, диктаторы скажут, мы правы, это надо делать, продолжать. Только нам надо получить доступ к ядерному оружию, чтобы нас никто не тронул, чтобы с нами вели переговоры. А мы будем делать то, что мы делаем, узурпировать власть, грабить собственную страну, угнетать собственные народы. И это показывает нам Владимир Путин, который добился мировой победы. Мировой победы от демократии. Вы нам тут не навязывайте свои модели демократические. Мы тут сами знаем, что 40 лет сидеть на одном месте, грабить страну гораздо выгоднее и интереснее, нежели меняться каждые 4 года. Поэтому вот, если мне не видеть дальше собственного носа, то, конечно, можно говорить, что интересует граница Соединенных Штатов Америки, Германия интересует, что там с Германией, Бельгию интересует, что с Бельгией, Словакия интересует то, что с Словакией. Одна большая проблема и одна большая беда. И если каждый будет ее на своем огороде, так сказать, пытаться сдержать нашествие каких-нибудь там колорадских жуков, свой огород очистил, а остальные заражены, то это фельдкина грамота, как говорят, что это вообще бессмысленный труд, потому что с других огородов эти жуки придут и сожрут всю продукцию сельскохозяйства. Поэтому вот нельзя сейчас выделить свою деляночку, сказать, у меня тут все чистенько, аккуратненько, я вот тут границу поправил, а вы уж там смотрите, как хотите. Это общая беда, общая проблема сегодня, блокировка диктатуры. Они же понимают, что их меньше осталось. Они же понимают, что они находятся в зоне риска, в зоне опасности. Они же понимают, что они там экономически, социально, и прочим, отстают. Они понимают, что народ от них бежит, а в принципе бежит только потому, что, ну, наверное, в этот момент сопротивление невозможно, из-за баланса сил. Ну, можно и так рассуждать. Мы свой огородик приняем в порядок, а вы уж там, как хотите, боритесь сорняками и сведениями. Геннадий Владимирович, давайте также не забывать, что, Игорь, идут и президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. И что? 13 месяцев остается. Ну и что? А рубка уже, это рубка за рубка, зарубка за рубаной статус. Да, рубка она идет везде. Она идет там, где есть демократия, там идет рубка. Что такое выборы? Выборы – это особый вид войны, который не приводит к трагическим последствиям. Поэтому в любых выборах, в любой стране, там, где есть демократия, идет достаточно жесткая рубка. Она тема хороша, что она не приводит к гражданским войнам, переворотам, каким-то катаклизмам, трагедиям, драмам и так далее. Это особая война. Она называется избирательной кампанией. Когда она проходит, все нормально работает. Потому что она не приводит этой избирательной кампании к каким-то коллапсическим изменениям. То есть, обеспечивается последовательность и преемственность смены власти. Власть не меняется путем вооруженных переворотов, гражданских войн, свержений и так далее, которые потрясают страну, революции, и отбрасывают там на десятилетия назад. Поэтому тут то, что они рубятся, это нормально. Это нормально. Я вас уверяю, когда в Украине будет мир и будут демократические выборы, у вас там будет ничуть не менее жарко и весело, чем сейчас Соединенные Штаты Америки. А можно намного более. Поэтому для демократии это нормально. В этом ничего страшного нет. Есть принципиальные вопросы. Допустим, там все же крупнейшие политические объединения республиканцы и демократы. У них же есть консенс по вопросам Украины. Потому что и там, и в одной, и в другой главной партии Америки понимают, что нужна победа. Победа над диктатурой, победа над военной хунтой, победа над агрессором, который развязал, вопреки всему миру, кровавую войну в Европе. Вот тут как раз я не вижу никакой серьезной угрозы. Ну да, есть пасовая разница. У одного одни планы, у другого другие. Но в целом американский стерчмент является стабилизирующим любой курс любого президента. Президент у них, конечно, крутая фигура. Но все-таки это первый среди равных. И тех людей, которые могут сказать, президент, ты не прав, достаточно много в Америке. И не просто сказать, а повлиять. Так что я бы сейчас, ну понятно, мы все равно внимательно следим за выборами в любой крупной стране, тем более такой, как Соединенные Штаты Америки. Я бы не думал, что это какая-то серьезная угроза, допустим, потому что в Украине помощи не будет. Ну, проиграйте эту войну, проиграйте. Она у вас будет, это ваша граница безопасность, с которой вы так мечетесь. Вот по поводу помощи и поддержки со стороны тех же Соединенных Штатов Америки. Объем средств для оказания поддержки Украине в распоряжении Пентагона составляет 5,2 миллиардов долларов. При нынешних объемах затрат этого хватит еще примерно на 6 месяцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal. И издание отмечает, что это остатки средств, выделенных на поддержку Украины еще год назад. Таким образом, в ближайшее время прекращение военных поставок из-за спора вокруг закона о бюджете в Штатах Киеву не грозит. Однако нынешняя ситуация может сказаться на планировании. И в этой связи два вопроса. Один из этих вопросов можем адресовать Джо Байдену, спросив, где атаканцы, и Олафу Шольцу, которого мы с вами сегодня вспоминали по поводу дальнобойных ракет Таурус. Ну, тут надо давить. Тут надо поднимать общественное мнение. Тут нужны эмоции. Не только, так сказать, договоренности. Надо давить, давить, надо наискать союзников. Союзники, например, те, которые могут влиять серьезно на всякие позиции, те же британцы. Британия занимает достаточно жесткую позицию. И, по-моему, самую последовательность. Вот если я так, может быть, по-дилетантски проанализирую сейчас, кто же главный партнер-союзник среди вот этих больших стран, которые там в семерку входят, мне кажется, Британия. Вот. И Британия на многое влияет. Я понимаю, что все страны достойно помогают. Я беру, в первую очередь, там, страны Восточной Европы, Польша, которая оказала огромную помощь, и там, страны Балтии, и Чехии, и Словакии. Ну, много там, кого можно похвалить за поддержку Украины в особом порядке. Но все-таки, мне кажется, из старых вот этих, так уж я извиняюсь, из старых демократий, мне кажется, наиболее жесткую и принципиальную позицию занимает Британия. И у нее есть особое отношение к Соединенным Штатам Америки. Поэтому нужно искать союзников, нужно искать поддержку, нужно искать поддержку членов королевской семьи. Вы же знаете, какую речь произнес Чарльз, король шара, во Франции, в парламенте. Да, да, я просто, я когда-то был, когда-то был пару раз на приеме у принца Чарльза, теперь он король, Чарльз Третий, вот его, может быть, он же очень жесткую речь произнес здесь, во Франции, когда был связи с трехдневным и двухдневным. Вот поэтому надо привлекать таких союзников в борьбе за Украину. Причем, это борьба ведь не только за Украину. Тут моральные основания и моральные ставки очень высоки. это борьба за мировой порядок, за победу над агрессором, за победу демократии над теми странами, которыми мы там можем назвать авторитарными, диктаторскими и так далее. Это глобальные столкновения. Это не столкновение России и Украины, это глобальные столкновения разных путей развития человечества, я бы сказал. Сейчас цивилизационный выбор осуществляется. Об этом надо говорить. цивилизационный выбор, каким путем пойдет цивилизация, захочет она себя сохранить, или она себя погубит в пламе вот этой вот какой-то всеуничтожающей войны. Сейчас этот вопрос решается. Сегодня, каждый день. Бывший министр обороны Великобритании Бен Волос на страницах издания Telegraph написал, что сейчас мы все являемся свидетелями начала битвы за Крым. Нам надо оказать Украине поддержку необходимую для того, чтобы довести эту войну до конца. Эту войну можно выиграть. Ну и также он призвал пересмотреть параметры украинской мобилизации. Украина должна призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления. Средний возраст украинских солдат на фронте составляет более 40 лет. Я понимаю, говорит Волос, желание Зеленского сохранить молодежь на будущее, но дело в том, что Россия скрытно мобилизует всю страну, есть риск замедления наступательных операций украинской армии. Думаю, что пришло время пересмотреть масштабы мобилизации. Вот эта статья Олеса наделала немало шороху, ее сейчас все обсуждают, давайте, и мы не будем отставать, и прошу вас прокомментировать содержание. Я что комментирую, я кое-что знаю на эту тему, и в европейских, например, столицах сейчас на некоторые, так сказать, политические круги задают такой вопрос. Ребята, все хорошо, мы, конечно, должны вкладывать деньги, мы должны давать оружие, все это так, мы это все понимаем. Но как получается так, и называют различные цифры, что миграция украинского населения составляет, опять-таки, разные цифры называются, и мне называли цифры, до 14 миллионов человек. И что все-таки, как бы, так сказать, мы понимаем, что женщины, дети, они вне войны, они должны получать помощь, поддержку, семьи должны, но все-таки, вот сейчас там, вплоть до того, что сократить возможность пребывания мужчин возраста, призывного возраста на территории Европы, сейчас вот этот вопрос тоже стоит как-то, и уставится постоянно этот вопрос. Я не могу, как говорится, не решать ничего, просто выдаю объективные факты, чтобы я, как бы, не высказывал никакой своей точки зрения, просто говорю вам о том, что происходит, какие заявления идут, какие кулуарные разговоры тоже имеют место быть, скажем так, на Западе, что, ну, да, мы, наверное, готовы давать, оружие, денег и так далее, но все-таки действительно надо как-то подумать, а вот среди этого миграционного огромного потока, сколько там тех мужчин, которые способны защищать свою страну от агрессора. Такая линия сейчас просматривается, по крайней мере, в Европе совершенно точно. И некоторые страны, там уже некоторые политики делают достаточно такие однозначные заявления. Я бы сказал, иммигрировали из Украины 14 миллионов или миграция, как вот называлась цифра в другом источнике, 9 миллионов. В любом случае речь идет о огромном количестве людей, которые Украина оставила. и не все они, это не все женщины, так сказать, и дети, это в том числе и мужское население. Понятно, что они разные, военнообязанные, военнообязанные, могут еще держать в руках оружия, не могут еще держать. И так далее. Но тем не менее, вот эта проблема, которая в Европе осознается сейчас все больше и больше, что хотя я не считаю это правильным, лично я не считаю это правильно, почему? Потому что все-таки надо создавать военно-техническое преимущество. И тогда уже можно предъявлять претензии. Я все время говорил, я не понимаю и сейчас, как можно успешно, серьезно контрнаступать или наступать, если у тебя нет поддержки с воздуха. А если Россия доминирует в воздухе, имеет там большое преимущество, как можно справиться с серьезным наступлением на хорошо подготовленной, шланированной, так сказать, территории которые защищаются таким образом без авиации. Вот не понимаю. Я, конечно, не военный эксперт, я могу чего-то там не дотягивать, могу что-то где-то там. Но все равно мое личное представление о современной войне, причем я много беседовал с разными генералами, они говорили, что по большому счету старик, кто сейчас доминирует в воздухе, тот и выиграет любое сражение. Я слышал это от многих генералов, серьезных генералов, штабистов, стратегов, которые говорили о том, что успех современной войны определяется средствами ведения воздушного боя или, так сказать, поражения с воздуха. Я так понимаю, на сегодняшний день этот вопрос не решен. Но F-16 ожидаем не раньше февраля 2024 года. Ну вот, и поэтому, когда сейчас мы говорим о том, что ж теперь штурмовать, как это делал Сталин, бросал миллионы людей практически невооруженных, защищенные эти доты, дзоты, траншейные линии и прочее, и прочее, хорошо укрепленные, подготовленные пулеметные гнезда, вот, так делать нельзя. Украина, как цивилизованное государство, конечно, этого делать не будет. Поэтому, с одной стороны, я бы так, разделил эту тему, надо сначала, давайте создадим военно-техническое преимущество Украины на поле боя, потом будем думать о том вопросе, как сделать так, чтобы мобилизационный ресурс Украины был достаточен для одержания победы. Но тем временем, Геннадий Владимирович, я коммерсант, ссылаясь на источники близкие к администрации Путина, сообщают о том, что Путин может объявить о выдвижении на новый президентский срок на открытии выставки форума «Россия» в начале ноября. Выставка пройдет на площадке ВДНХ с 4 ноября 23-го по 12 апреля 24-го года и перекроет по срокам президентскую кампанию. По-моему, в прошлый раз он на каком-то заводе заявлял о том, что выдвигается на черной президентский термин. Но вот это вот клоуна, да, цирк уехал, клоуны остались, другому это не назовешь. А то мы не знаем, что Путин больной на власти, что у него там не просто паранояльный синдром, а, наверное, какой-то шизофренический расстройств на эту тему, что он только спит и видит, как он, так сказать, сохраняет эту власть на неограниченно долгое время. Где он объявит? В туалете, в котором он пойдет, так сказать, из одного дворца в другой по дороге, в бункере или там на встрече с Алиной Кабаевой. Это уже не имеет никакого значения. Мы и так знаем, кто, кто, так сказать, будет коронован за счет жульнических фальшивых этих процедур, которые почему-то называются выборами президента. Мы это и так знаем. Это мы в Америке не понимаем, кто будет кандидатом в президенты, кто выиграет. Там демократия. Это мы там не понимаем, в других странах, кто может прийти к власти, ну, как в этой Словакии, да? Поэтому там непредсказуемая ситуация пока на сегодняшний день. А здесь-то уж, когда власть узурпирована, захвачена, вычищено все поле, зачищено, так сказать, утрамбовано с звездкой, с гериной жестокостью, о чем мы там говорим? Бля, это вот какая-то новость. Это вот может так, вот Путин сходил в туалет. Все прошло успешно. Путин выглянулся. Путин попил чаю. Путин попил чаю. У него хватило мужества и сил позвонить, так сказать, кому-то по телефону, поговорить там, не знаю, с своей дочерью. Ну, вот это новость из разряда вот этого самого. Путин встретился с Алиной Кабаевой, да. Путин встретился с Алиной Кабаевой. Встреча прошла, так сказать, на высоком семейном уровне. Ну, ее простое. Но новость какая. Путин пойдет на выборы. Блин. А то мы не знали год назад, кто пойдет на выборы и кто под кого эти выборы. Алексей Венедиктов пойдет на выборы? Вы с ним пообщались или нет? Я не задавал ему прямой вопрос, мне надо позвонить, спросить. Я думаю, что не. Позвоните, вот уже две недели ждем. Да, забываю. Я вам напомню в следующий понедельник. Напомните мне до того, не во время эфира, напомните мне до того, чтобы я позвонил Венедиктову, спросил. Ну, я думаю, я думаю, что Алексей Алексеевич, там что бы про него ни говорили, я считаю, что у него огромные заслуги перед Российской демократией за все 30 лет. И в этом смысле я не могу перестать его уважать и с ним общаться. Я могу сказать, что он как умный человек не должен на это согласиться. Не должен. Вот, ну, давайте я просто позвоню, может быть, он будет в Париже, может быть, мы там увидимся. Я вас прошу лично о том, вот об этих слухах, которые ходят по какой-то фамилии. Ну, я вам напомню. Хорошо. Хорошо, договорились. Геннадий Иванович, Сергей Лавров, министр иностранных дел России, обвинил Европейский Союз в нацизме из-за запрета на въезд российских машин. Говорит, что его покатило с какой скоростью с европейцев, со всех практически слетела внешняя благообразность, которой они прикрывали с последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. О, как заговорил Лавров. Ну, он еще тут недавно заговорил о том, что выступал, по-моему, перед каким-то лидером каких-то стран, то ли Южной Америки, то ли чего. Он сказал, что мы главные приверженцы демократии, мы главные приверженцы свободы, и за нее только и боремся. То есть, у меня такое впечатление, что они взяли какой-то есть прием в детских играх, когда ты говоришь все наоборот. Вот, ты сделал плохое и говоришь, что это самое лучшее действие, которое я сделал. Мне кажется, они вот этого, я не помню, как эта игра называется, они вот взяли вот ее на вооружение. То есть, сами гадят и говорят, ну, как же так, нехорошо, вот, мы боремся за чистоту в подъезде, и кто-то вот тут имеет место, мы, конечно, с этим боремся. При этом, совершенно точно, знаешь, сами нагадили. Что-то вот похожее сейчас происходит с Лавровым, потому что, ну, не только с Лавровым, с Лавровым, с Песковым, с самим же Путиным. Они вот нагадят и говорят, что они самые главные борцы за чистоту в подъезде. Или там, надуют в лифте, и потом рассказывают о том, как они борются за чистоту в лифтах, в подъездах, как они строго за этим следят, и что это основа их, так сказать, главных вопрос их жизни. Ну, вот что-то похожее. Я даже Лаврова сейчас не слушаю, он несет бред, и прислушаться к этому бреду нет никакого смысла. Вы ничего не пропустили. Геннадий Владимирович, и в завершении нашего сегодняшнего эфира в России появился уже 110-й памятник Сталину, 90% из них установили при Путине темпы сооружения монументов в честь Сталина удвоились после аннексии Крыма. Я вспоминаю свою пресс-конференцию в 2011 году, она называлась «ГУЛАГу нет», где мы предупреждали, что этот режим заверяет, он закончит репрессии массовыми а-ля Сталинского периода, закончить войной. Но вот то, что войной закончат, это уже сбылось, осталось еще от точечных и секторальных репрессий перейти к массу. Памятники уже достают, их достают не только памятники Сталину, это, конечно, позорище, это самый большой, самый большой негодяй, подлец, самый кровавый палач России, как страны, как там, не знаю, империя, за всю ее многовековую стопорь. Не было ни одного такого кровавого трупоеда, который был бы равен в какой-то степени Сталину. Даже Путин сейчас, к счастью, пока не может этим похвастаться. Вот, поэтому достают сейчас памятники Дзержинского, устанавливают по всей стране. Ну, все идет к подготовке массовых репрессий. По большому счету, никак нельзя иначе это трактование. Потому что от Сталина они берут только репрессивную суть. Больше ничего. Я, еще раз говорю, что у меня крайне негативное с детства отношение к Сталину. Я принадлежу той семье, которая прямой от него пострадала, был убит мой дед. Родной деда я его никогда поэтому и не видел. Другие несчастья случались с моими другими родственниками в Сталининский период и в тюрьмах сидели по многу лет. Ни за что в общем-то. Поэтому у меня отвратительное отношение к этому палачу с детства. То, что люди творят, это, конечно, говорит о том, что это тираническая шизофрения, вот этот синдром тирании, он глубоко въелся в сознание определенной части безмозглого населения. Вот именно в сознании, потому что мозгов нет, там в мозгерии не могут пустить ничего, потому что их просто нет. Там пусто, там две извилины, одна давая травма, другая, так сказать, часто в ношении какой-то хвыражки. Но, тем не менее, этот процесс идет, Путин, он выгоден, Путин готовит страну к жестокому угнетению, еще более жестокому, чем то, что мы видим сегодня.